Здравствуйте, уважаемые зрители! У нас с вами был уже как-то разговор, касающийся пищевых предпочтений аэстов. Но тогда он касался в первую очередь суррогатной пищи, которую мы их кормим зимой. А в теплое время года мы в основном стараемся придерживаться более или менее естественного рациона. И вот сейчас эксперимент с природными кормами. Здесь у нас основные природные корма аэстов, ну точнее те, которые они могут в воде добыть. Вот у нас лягушка, несколько экземпляров. Речные раки. Есть тут у нас вот так же рыбка, в данном случае плотвичка. И здесь же вот имеются жуки-плавунцы, тоже вполне подходящие для аэстов добычи. Сейчас мы это все помещаем в таз с водой, чтобы имитировать естественную охоту. Аэст очень любит этим заниматься. И посмотрим, что они у нас сегодня захотят съесть. Сразу же позицию около таза с водой у нас занимает Гоша. Гоша вытаскивает одну из рыб, плотву, но не съедает, а выбрасывает из таза на землю. После этого он принимается за ловлю мелких лягушек. Поймав одну штуку, он вновь переключается на рыбу, вытаскивает и съедает карася. Практически без перерыва вновь начинаешь кого-то ловить в тазу, вытаскивает жука-плавунца. И видимо на какое-то время чувствует сытость, от таза достаточно надолго отходит. Вновь проголодавшись или почувствовав снова интерес к ловле и добыче в тазу, он возвращается, друга кого-то ловит и вновь поедает лягушек. В какой-то момент он вспоминает про плотву, которую в самом начале вынули из таза и доедает эту рыбу, которая у него лежит на подстилке сзади таза. Итак, в течение эксперимента за сутки у нас аистами была съедена вся рыба, все лягушки, все жуки-плавунцы, все раки остались. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok